Сигналы телевещания Называется большая синфазная антенна Размер телескопа по площади 7,2 гектара В такой площади пока нет ни у одного инструмента Ну вот если вот как цельный инструмент брать, он такой единственный. Это ему позволяет видеть самые-самые слабенькие излучения в радиодиапазоне Построен телескоп был специально для наблюдения пульсаров Вот о пульсаров как раз пока там ребята экскурсию слушают, я вам расскажу Смотрите, как формируются как зарождаются звездочки Есть во вселенной огромное количество газа который гравитационно неоднороден. То есть там он неравномерно все заполняет. Там есть сгустки, которые чуть более массивные и которые на себя материю как бы собирают. И вот сгусток один более массивный начинает все на себя скидывать. Начинает нарастать в массе, тем самым увеличивается сила, с которой он все к себе притягивает И вот такой вот танец закручивается, закручивается постепенно нарастает более плотный объект Растет масса, растет давление внутреннее Внутреннее давление растет, растет внутренняя температура Объект начинает нагреваться Вот такие объекты и хочет найти вот телескоп имени Джеймса Уэбба Первые самые звезды Потихоньку-потихоньку все масса увеличивается Температура увеличивается до того момента, пока внутри не достигнется температура в 17 миллионов градусов Ну там вообще градусов Кельвина, но там, когда вы говорите о миллионах Вам без разницы Кельвины, Цельсии Это условия, плюс высокая плотность Порядка 100 грамм на сантиметр кубический Вот такие условия, ну неблагоприятные При них может происходить термоядерный синтез То есть ядрышки там Водород сливается, образуется диетерий Дальше сливается, образуется третий Дальше сливается, образуется гидрогелия Вся эта реакция идет с выделением энергии Водорода там много Реакция идет постоянно Постоянно происходят термоядерные взрывы То есть звезда начинает светить Вот так живет наше солнышко Оно остановилось под собственным сжатием То есть если бы вот этих термоядерных реакций не было звезда бы сжималась А так ее изнутри разрывают термоядерными взрывами И получается, две силы балансируют жизнь звезды. Это сила собственной гравитации и сила лучистого давления. И в таком балансе звезда проживает очень долгий период времени. Но это вот наше солнышко. Если массы в газовом облаке было больше, то она дорастет еще, то есть будет более массивной, еще более массивной. Самые большие звезды, которые обнаружены, у них размер порядка 2300 диаметров нашего Солнца. Это как бы звездочки немаленькие, но даже они чуть меньше, чем наше тело, могут достигнуть орбиты Урана. Вся эволюция звезды полностью завязана на массе. Если массы мало, то когда внутреннее топливо закончится, верхняя оболочка просто сбрасывается, а остается от звезды так называемый белый карлик. Размером он приблизительно с нашу Землю, массой приблизительно с наше Солнце. Вот такой вот объект. Если массы чуть побольше, там 2-3-4 массы Солнца, то даже белый карлик под гнетом давления, собственно, он сжимается. Дожимается до так называемой нейтронной звезды. Нейтронная звезда размером всего 10 километров. При этом она очень быстро вращается и имеет сильное магнитное поле. Ее пока отложим. Если массы еще больше, там 8 масс Солнца, 10, то даже на этом сжатие звезды не останавливается, и звезда дожимается до чего? До черных дыр. То есть до объекта, плотность которого настолько огромна, что первая космическая на его поверхности равна или превышает скорость света. То есть по определению ничто не может покинуть поверхность этого объекта. Но эти объекты отложим. Вернемся к нейтронной звездочке. Вот она так быстро вращается, имеет сильное магнитное поле. Это магнитное поле позволяет ей со своей поверхности вырывать электроны. Резко их ускорять за счет магнитного поля. А в ускорении, ну, ускоряясь во Вселенной, долго ничего не находится. Все стремится к равновесию. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Там термоэдерная реакция идет только до железа. Дальше не идет, потому что необходима подкачка энергии. Если электрон принял откуда-то излишек энергии, он будет его излучать. Излучать он его будет в радиодиапазоне. И вот сильнее всего это излучение наблюдается на полюсах вот этой нейтронной звезды. И получается такой космический маяк. То есть в какую сторону нейтронная звезда светит, в той стороне, фиксируя, мы будем видеть импульс. Пульсары, то есть вот эти нейтронные звезды называются пульсарами. Полса Тингстарс, пульсирующая звезда. И когда впервые они были открыты, люди испугались. Потому что они начали принимать периодически сигналы с космоса. И первое, что они подумали, то это, что это инопланетяне. Проект засекретили под кодовым названием LGM-1. Little Green Man. Маленькие зеленые человечки. Но потом подоспели теоретики, которые расписали все нужные формулы. И показали, что вот, ребята, конечная стадия жизни звезды, вот такая нейтронная звезда, может вам дать вот такое излучение, которое вы фиксируете. Это было интересно. Наши сотрудники этим заинтересовались. И построили большую-большую тарелочку. Ну, не тарелочку, а большой-большой телескоп. Для того, чтобы вот эти импульсы детектировали. Вот сейчас там как бы освободилось. Пойдемте уже под инструментами. Одноклассник.